Лук более двух метров высотой. Видите, какой? И тетива, и стрела очень тугая. И чтобы натянуть эту тетиву, нужно очень много силы вообще в руках, в плечах. И действительно, я не ожидала, что столько силы нужно нацелиться и попасть, конечно, в цель. Нам давали по семь выстрелов, и с семи выстрелов я один раз попала. Но я нацелилась на очень большую цель, и я понимаю, что она у меня происходит. И следующий снимок. Вот посмотрите. Мы говорить сегодня будем о здоровье. А здоровье, дорогие мои, наверное, для вас ни для кого не удивительно. Здоровье, оно приходит вот именно в таких позитивных состояниях. Я провожу встречи, занятия, делаю практики со своими учениками в лесу. И вот посмотрите, какое ощущение, вот какое счастье, насколько радости, сколько много гормонов радости и счастья получает каждый из нас. А это и есть здоровье. Это и есть сила. Это и есть то состояние, к которому мы стремимся, к которому мы стремимся достичь в нашей жизни. И я бы советовала многим, да всем, собственно, почаще улыбаться. Почаще. И вот когда я куда-либо выезжаю, я не одна. Посмотрите, насколько. И вот всё время сидим у костра. Это тоже Кавказ. И это август месяц. А в августе месяце мой день рождения. Я никогда не бываю во время дня рождения дома. Я всегда только на выезде. Я всегда только в месте силы. Знаете почему? Да потому что соляр наш, соляр, так называется на индийском санскрипте, наш день рождения. И день рождения длится не один день. Может быть, это для вас интересно. Я думаю, для многих из вас будет интересно. Наш соляр длится 12 дней. 12 дней. И очень полезно на эти 12 дней выезжать куда-то за город вместо силы. Для того, чтобы бывать в лесу, бывать у костра, выполнять какие-то практики, совершать дыхательные практики, медитировать, много двигаться, путешествовать, смеяться, радоваться. И вот каждый из 12 дней нашего соляра, он что-то всегда обозначает. Есть день творчества, есть день посвящения молитвы, есть день посвящения благодарности родителям, есть день, когда ты можешь какую-то благотворительную акцию совершить. И вот вы знаете, каждый день из 12, он равен месяцу. И вот как этот день из 12 дней мы проживём, так мы и проживём каждый месяц из 12 очередного нашего года. Вот у меня, когда наступал четвёртый день, и этот день благотворительности, я не последний год, я не знала, что мне сделать. Сразу я понимала, что мне нужно сегодня какую-то практику благотворительности сделать. И у меня наверху живёт, сейчас уже, к сожалению, умерла, соседка была женщина, она одинокая, пенсионерка, очень больная, спускалась с лестницы, я часто её встречала, помогала ей, давала ей какие-то рекомендации, но она уже очень слишком была больна. И я ей в ящичек, почтовый ящик, всегда клала какую-то денежку. Или 100, или 50 рублей, или две бумажки по 100 рублей. И никогда я об этом в жизни не говорила. Но вы представляете, когда взрослый человек, который живёт на пенсии, будет выходить из дома и пойдёт в магазин и обнаружит в своём почтовом ящике, там неважно, какой стоимости бумажку, то, конечно, он подумает сразу об ангелах и подумает о Боге, что это Бог ему сотворил такой подарок, а вместе с этим подарком, конечно, и человек будет надеяться на здоровье. И поэтому вот эти 12 дней я всегда бываю в местах силы. А места силы — это всегда любое место, там, где куда-то выезжаешь, это в лесу, это на поляне, это у реки, это у моря. Не важно где, но важно быть на природе со своими друзьями, единомышленниками, которые понимают, что ты думаешь, как ты думаешь, как ты проявляешься, где-то тебя поправят, если ты проявился негативно, и скажут, Маргарита, наверное, ты забылась, ты помнишь, что ты проявилась сейчас негативно, да, прости, пожалуйста. И тебе дают знак, что ты повёл как-то себя не так, что тебе нужно сказать в определённый момент, проснуться, пробудиться и сказать себе, стоп, вот ты сейчас сделала что-то не так. И вся наша жизнь из этого состоит, дорогие. Вот сейчас я чуть-чуть слышала выступление Владимира, и всё сводится, конечно, к одному. У вас как бы это продолжение будет темы. И сводится к одному всегда, что человек должен, пришёл сюда не для того, чтобы не только для того, чтобы жениться, закончить вуз, жениться, кого-то родить. Он помимо этого пришёл ещё учиться, понимаете? Учиться. А вот к тому, что каждый спикер из нас передаёт вот сейчас для вас свои знания. Вы ведь такие молодцы, вы пришли сюда, чтобы учиться. И вы понимаете, и вы уже понимаете, что вам нужно учиться, что не только проживать каждый день свою жизнь бесплодной и безрезультатной, но ещё нужно и учиться. И вы просто молодцы. Я просто поклоняюсь вам. Молодцы. И вот следующая фотография. И вот я сейчас покажу вам ещё одну фотографию. Посмотрите, сколько нас собирается, сколько сотни людей. Мы созваниваемся, переписываемся, договариваемся, записываем адреса, телефоны, потому что мы единомышленники, потому что мы хотим все радоваться, получать свет, получать положительные ситуации в своей жизни. Мы хотим учиться друг у друга, мы хотим друг другу передавать радость. И самое главное, для чего мы здесь собираемся, для чего мы находимся, вот мы в природе, дышим, вдыхаем эту энергию, это солнышко, ощущаем этот ветер, спим на голой земле. Почему? Всё это для того, дорогие мои, чтобы быть здоровыми, чтобы стать здоровыми, здоровыми, чтобы становиться здоровыми, потому что здоровье нужно заслужить. просто так оно к нам не приходит, к сожалению. Его нужно зарабатывать каждый день и каждый час, если ты хочешь быть здоровым. И вот сейчас я наконец начну выступление своё, и тема моя называется «Секреты здорового тела». Потому что у тела, у здоровья очень много секретов. И эти секреты я познавала у китайских профессоров. Я чуть-чуть вот вас ознакомлю, а почему я здесь, и почему я с вами говорю. Я много лет уже занимаюсь йогой, и где-то пять лет, по наступлению пяти лет, вот я занималась в группе и всё, а я работаю в таком серьёзном, солидном спортивном клубе на Урале. И вот после где-нибудь примерно пяти-четырёх-пяти лет моей работы с людьми, я заметила, что приходят, заметила, насколько помолодели болезни. Вы понимаете, приходят 20-25-летние девушки или молодые женщины, у них уже головные боли, у них давление, у них депрессия, в глазах нет ни блеска, ни света, суставы больные, сядут в позу по-турецки, колени смотрят в потолок. Это у молодой женщины в 25 лет. И я говорю, а что же с ней будет, когда ей будет 40? Что же будет, когда сейчас уже суставы, ни мышцы, ни сукожие, ничего не работает? И я в определённый момент задалась на себя вопросом. Думаю, Господи, как же так? Вот они пришли сюда, чтобы доверить мне свою жизнь, своём здоровье. И я начала заниматься не просто йогой, я начала изучать возможность преподавания, йога-терапии. А что такое йога-терапия? Йога-терапия, давая эти знания, передавая человеку, он должен чувствовать и видеть себя изнутри. Он должен знать, где у него находится сердце, где у него находятся какие мышцы, где у него сухожилия, где у него селезёнка, где у него почек, печень, как она работает, как она должна работать и так далее, и так далее, чтобы человек начинал понимать и дышать, и действовать со своим организмом уже изнутри, соприкасаясь с ним вместе, соединяя свой ум и свой разум со своим физическим телом. И так я продолжала работать где-то 4-5 лет, и вдруг снова у меня гоп-озарение. И я думаю, что-то я ещё не так делаю, хотя результаты были просто прекрасные. и исцелялись и онкология, онкология грудной железы, и рассыпались камни в печени, вернее, в желчных пузырей, в почках, в песок. Но о здоровье я вообще не говорю. Это действительно изменения очень большие. И всё равно я в какой-то момент, я человек такой спонтанный, я не хочу стоять на месте, ну уж такой я человек. И вдруг я тоже в один определённый момент сказала себе «Стоп!» «Я опять чувствую, что я стою на месте, я чего-то не знаю, а я хочу много знать». И когда человек вот задаёт, останавливается, задаёт себе такой вопрос и говорит, что «я чего-то хочу постичь и знать», и Вселенная, она обязательно отзывается. Вот это заваложено для вас. Вы здесь, вы слышите меня, вы слышали предыдущего оратора. И вот вдруг меня познакомили с китайскими профессорами Уццин Джун и Сэнфо Джун. Это великие профессора китайской традиционной медицины, которые также обучают людей, уже подкованных людей, те, которые знают и цигун, и йогу, и знают и организм человеческий. Ну, собственно, чтобы он не с нуля был. И я тут же сразу, ухватилась за это, и вот 4 года я с ними занимаюсь. И вы знаете, эти методики резко и очень-очень сильно отличаются от методик оздоровления организма нашей западной медицины. Я ни в коем случае не хочу никого-то обижать, не ущемлять нашу медицину, ни в коем случае, поверьте. Но то, что я вам сейчас буду рассказывать, это совершенно наше новое понимание, новая философия, которая не всеми принимается ещё, но вот уже учёные, наука, она стала говорить, да, энергия существует, да, человек зависит от энергии, да, и она уже стала такие фразы проговаривать. Меня это, конечно, очень радует. И сейчас я вам хочу продолжить свою тему, открою вам интересный очень слайд. А, это да. Не договорила. Я люблю танцевать, поверьте. И кто любит танцевать, дорогие мои, я просто радуюсь, потому что, вы знаете, танцы — это такой позитив, это что-то невероятное. А это тоже Алтай, река Катунь, перед Новым годом. Вода, зима, это как раз 31 декабря, и мы вот в воде плюс 2 градуса, мы заходим в эту воду, вот одна из них я, вот для того, чтобы окунуться и встречать вот в этом состоянии Новый год. Это классно, поверьте. Вот. И тут ещё фотография такая. Я осенью проводила, вот 2015 года проводила ритуал в лесу со своими учениками. Вот видите, здесь очень много свечей, здесь 56 свечей. Они символизируют энергетический поток внутри нашего тела, о котором мы будем сегодня с вами говорить. То, что это то, что даёт нам огромное, огромное количество здоровья. Здесь вот я в центре с дубном. И теперь уже давайте будем двигаться дальше, ближе к нашей теме. Сам себе доктор. Каждый, кто сейчас выслушает меня, кто прислушается ко мне, и кто придёт ко мне на мастер-класс, он станет сам себе доктором. Но не только сам себе. Он станет доктором и своим родным, и своим близким, и своим коллегам по работе. Но и вы знаете, чтобы вы понимали, что заложенный в каждом из нас потенциал, даденный нам при рождении, он всегда во что-то должен воплотиться. И вот только сейчас, буквально я в конце включала Владимира, он вам говорил там о предназначении. Предназначение — это великая вещь. Ну и каждый своё предназначение ощущает внутри себя. Может быть, не прислушивается, но где-то осознаёт. Это вот так же, как, знаете, пример маленький. Девочка в семье растёт и хочет быть актрисой. Закончила 10 классов, а мама с папой ей говорят, иди в университет, изучай экономику. Сейчас это модно, стильно, и ты можешь заработать деньги. Девочка со слезами поступает в этот вуз, его заканчивает и закончит, понимает, что она такая дура, потому что послушала родителей, потому что не услышала себя и не хочет она заниматься экономикой, а она хотела быть актрисой. И жизнь — это не жизнь уже, а страдание. И дальнейшее страдание. Вот у многих из нас происходит, потому что мы часто не желаем прислушаться к себе и услышать, каково же моё предназначение. Я своё предназначение нашла. И благодаря вам я сейчас исполняю своё предназначение. Моё предназначение — помогать людям, помогать им быть здоровыми. Так вот, я уже начну. Вы знаете, есть такая расхожая фраза, однажды я её услышала, и больше я уже её не забываю. Звучит она так. Неважно, сколько лет в вашей жизни, услышьте, гораздо важнее, сколько жизни в ваших годах. вот вдумайтесь. Сколько жизней в наших годах, которые мы прожили, неважно, сколько лет мы прожили, или 25, или 75, но всё равно каждый из нас на своём этом прожиточном этапе ощутил какую-то другую жизнь, какую-то другую подсказку. А те, кто жили достаточно долго, они точно пережили много жизней. Мы точно падали, мы точно спотыкались, мы точно набирались сил, снова вставали. Кто-то вставал, а кто-то оставался лежать. Те, у кого не было воли, те, у кого не было целей, не было задач, они оставались лежать. А те, кто чувствует, что ему нужно идти вперёд, что впереди цель, впереди карьерный рост, впереди способность и возможность зарабатывать деньги, впереди взрастить детей, приличных людей, дать им образование и так далее, и так далее. Когда мы движемся по жизни, у нас очень много уроков. И Вселенная всегда нам даёт столько уроков, столько тычков, столько толчков, столько возможностей упасть и столько же возможностей подняться. И если мы поднимаемся, то каждый раз мы переживаем какую-то новую жизнь. Мы каждый раз, когда мы оказались, предположим, на больничной койке, Бог нам говорит, «Ляг, подумай, почему ты здесь? Если ты сломал руку, остановись, подумай, почему ты сломал именно руку? Или почему ты сломал именно ногу? Или почему у тебя всё время болит голова? Или почему колет сердце? И почему ты задыхаешься, когда немножко пройдёшь или поднимаешься по ступенькам? Почему? И каждый из нас, наверное, задавал себе эти вопросы. Но всегда ли мы находим на них ответы? Всегда ли у нас получается это? Я много раз падала. Много раз. Я занималась бизнесом 10 лет и параллельно занималась йогой. Начинала заниматься. И мне мои тренеры высокие. Я обучалась, всё это время обучаюсь у просветлённого мастера. Но тренеры, с которыми я работала, которые помогали мне, передавали знания, мне говорили, Маргарита, тебе нужно передавать знания, веди занятия в группах, занимайся йогой. И я, боже, нет, что вы! Какой я преподаватель? Нет, я вот бизнесом занимаюсь. Ну и, конечно, пришёл такой момент, когда мне нужно было сделать выбор. Или бизнес, или йога. Или вот эта преподавательская работа. Бизнес, да, это хлопотно, это тяжело, но это всё-таки деньги. А йога — это ничего, но это здоровье, и это возможность дать это здоровье людям. И я выбрала йогу. Сами понимаете, из вышесказанного, что я выбрала. Я выбрала безденежие, по сути дела. Да. И все те деньги, которые у меня оставались, я все деньги тратила только лишь на обучение. Всё время на обучение, на обучение, на обучение. Потому что, когда мы что-то хотим узнать и двигаться вперёд, то нам нужно жертвовать чем-то. Жертвовать своими мыслями. Мыслить уже по-другому. Жертвовать своими поступками. Жертвовать своим временем. Жертвовать своими деньгами. Всем жертвовать. Приносить в жертву что-то. Вот вы сейчас тоже приносите в жертву своё время. И вы сейчас в жертву, может быть, приносите свои мысли, свою философию, которая заложена у вас внутри. Так вот, когда наступил момент, что я стала обучаться у китайских профессоров, вы себе представить не можете, и стала применять эти практики на своих занятиях, то, конечно, сдвиг стал происходить очень большой. Вот эта картинка специально для вас я подобрала, чтобы вы посмотрели. Пока я говорю, вы смотрите на картинку и понимаете, вот это тело здорового человека. Это тело необязательного молодого человека или молодой девушки. Это организм здоровый, который дышит, движется, работает, функционирует на все 100%. А сейчас я вам покажу другой слайд. Нет, я не приготовила для вас слайд с плохим здоровьем. Я не хотела этого делать. Мы пришли сюда не для того, чтобы жалеть себя и как-то переживать болезни. Так вот, та картинка была здоровое тело. Так вот, чтобы наше тело было здоровым, нужно, чтобы вы узнали о том, что наше тело, в нашем теле, внутри него, есть такая магическая, шикарная энергетическая система, с помощью которой человек может быть здоровым. И наш организм работает только на уровне энергетической системы. И только когда энергии внутри нас много, и энергия помогает двигаться с огромной силой крови по нашему телу правильно, делать малый и большой круг кровообращения от головы до стоп-ног, до каждого пальчика, тогда мы безусловно здоровы. Но для того, чтобы нам быть здоровыми, нам нужно знать, а как мы можем, вот через эту энергетическую систему, это то, о чём я вам сейчас буду говорить, можем стать здоровыми. Ни для кого не секрет, дорогие мои, я думаю, что я не открою никакого секрета, что о том, что только на Востоке пока люди живут до 120-130 лет, пребывая в здоровом, активном состоянии. И что такое энергия? Энергетические потоки и энергетические каналы в их организме, для них, для этих людей не секрет, потому что они живут и работают, понимая и используя те знания об энергетических каналах, энергетических центрах, за счёт которых наш организм может быть здоров. И совсем не потому, что он выпил таблетку. Эти люди давным-давно отказались от таблеты. А понимание это, и это знание пришло с Востока китайским древним ещё врачам, я не знаю их можно ли так, учёные, они когда работали вот со своим организмом, потом исследовали это всё на других людях, они поняли, что в организме человека действует такая ещё непонятная какая-то система, и в конце концов они потом выявили, что это энергетическая система, что каждый... Так вот, эта энергетическая система связана с каждым органом. Смотрите, она включает в себя каждый орган, каждую клеточку этого органа, каждую молекулу, каждое ядро, все ткани, все мышцы, все сухожилия, все наши внутренние органы, волосы, ногти, кожу, глаза, все, все абсолютно включает в себя вот эта энергетическая система, с помощью которой китайская традиционная медицина уже много-много тысяч лет, а я вам говорила, три тысячи лет, она занимается оздоровлением своего населения. Но, к сожалению, эти знания пришли к нам не так давно, они пришли к нам порядка 60-70 лет назад, но вот как-то к нам сюда что-то немножко заблудились где-то, и мы пользуемся пока для своего оздоровления там редкими пользуемся западной медициной. Опять же говорю, я никого не хочу, хай, я просто с вами делюсь теми знаниями, которыми обладаю я. так вот, сейчас, дорогие мои, мы с вами посмотрим те, кто я вот обращаюсь сейчас ко всем присутствующим, дорогие мои, правда, вас сегодня не так много, но я обращаюсь всё-таки к вам. Есть ли какие-то у вас заболевания, есть какой-то дискомфорт, вы, пожалуйста, пока задавайте вопросы, я на ваши вопросы потом буду отвечать, хорошо? Договорились? Я думаю, вы меня услышали. Спасибо, дорогие. Так вот, а хотела я вам показать такую табличку. Вы знаете, я хочу вам показать таблицу для вашего правильного понимания, чего мы заболеваем и что происходит в нашем организме, когда, вот как бы постепенно, поэтапно, когда что-то мы делаем не так. почему есть несколько уровней, вот даже семь уровней, вообще профессора говорят, что есть такие основные пять уровней, процессы которых человек действительно серьёзно уже начинает заболевать. Ну, так поэтапно. Человек живёт 25, где-то 30 лет, и вот смотрите, даже уже молодые люди, у которых появляются прыщи на лице, вы знаете, о чём это говорит? Это говорит о том, что уже организм загрязнён. Это уже грязь, которая наполнила внутри нас внутренние органы, что-то ещё, кровь, и эта грязь уже не может находиться внутри нас, она уже выходит за пределы кожи. Представляете, так рано всё это начинается, у некоторых начинается в 15 лет, а всё, ну, не буду забегать вперёд, но тем не менее, это уже вот эти ранние такие загрязнения, они зависят от того, что мы неправильно питаемся, и это отдельная тема для разговоров. Так вот, эта грязь, которая называют, ну, доктора, и я тоже называю, шлаки, токсины, яды, или одним словом загрязнения, они начинают накапливаться в крови с очень раннего периода возраста, с очень раннего возраста, 20-25 лет, и это не зря, когда уже суставы больны, и это не зря, когда депрессия уже, и это не зря, когда усталость в глазах у молодых людей, и когда понаблюдайте, когда вы, я в транспорте езжу, и я вот наблюдаю, поскольку я знаю всё это, я наблюдаю за молодыми людьми, вот сидят, уставились в одну точку, и идут навстречу и смотрят в землю, понимаете, ни в небо, ни куда-то, ни на людей, чтобы поделиться вот светом, радостью из своих глаз, нет, смотрят в землю, понимаете, что, вот это сразу внутреннее состояние, оно сразу уже видно, понимаете, хорошо, я пойду дальше, так вот, дорогие мои, что начинает происходить уже, когда вот эти, вот эта грязь начинает скапливаться в крови, мы приходим домой, чувствуем себя разбитой, усталой, раздражённой, и нам ничего более не надо, как лечь на диван, я сама такая приходила, нисколько не улыбнула, я приходила, дома семья, надо было чего-то готовить, ой, отстаньте от меня, мне нужно полежать, я хочу отдохнуть, и тут можешь уснуть, и слава Богу, если уснёшь, и вот, если такие состояния у кого-то из вас есть, пожалуйста, поделитесь, напишите, мы потом всё это разберём, человек живёт дальше, преодолевая вот эту усталость, он поспал, отдохнул, усталость какая-то прошла, утром встал, чувствует снова прилив бодрости, снова пошёл на работу или в бус, а на работе, что такое, на работе полно людей, со всеми нужно общаться, кто-то позитивный, кто-то негативный, кто-то, и нас буквально энергетически на работе отсасывают, ну, можно сказать, такое слово, вампирит, часто вампирит, часто не вампирит, часто мы вот в таком стрессовом состоянии находимся, потому что у нас есть начальник, начальник делает замечания, ну и так далее, и так далее, и всё это вы мне очень, очень хорошо, всё это вы очень хорошо знаете, так, возраст 55 лет, подвижная, стройная, профессия хореограф, ставят остеоартроз, тазобедренных суставов, поговорим, коленей, что предпринять для излечения, я вам расскажу по ходу, по ходу расскажу, дорогая моя Верочка, обязательно, обязательно, и такое положение вещей, я думаю, очень многих, артроз суставов, ног, остеохондроз, остеохондроз может быть шейный, плечевой, позвоночник, отрезкий боль, Ниночка, вы прямо здесь оказались не просто так, вы знаете, сердце, повышенное давление, фаркиза, пишите, дорогие мои, пишите, я вам отвечу, вот по ходу просто буду вам отвечать, дальше, Риточка, а сколько вам лет, если не секрет, вы знаете, всегда мне задают этот вопрос, ну, во-первых, смотрите, возраст, это просто лишь цифры, хотя я нумеролог, я нумеролог, я астропсихолог, но я вам скажу, мне немного более 50 лет, так, но я абсолютно здорова, я абсолютно позитивна, я абсолютно счастлива тем, что я делаю, а было бы странно, знаете, если бы больной человек говорил с людьми о здоровье, о том, как нужно исцеляться и оздоравливаться, и вы знаете, было очень интересно, одна женщина на одном из вебинаров мне написала, прямо написала, очень крупно, вот не так, как вот мелко, а написала крупно, как она подобрала тут шрифт, она написала, я вам верю, что вы здорова, я написала, спасибо, ну, вы видели меня, видели мои фотографии, спасибо вам, Светлана, я вам ответила, но, конечно же, нет мне никаких 50, ни в коем случае, мой возраст 35 лет, он сидит у меня внутри, и я с этим возрастом, с этой внешностью, мне никто не даёт никогда 50 лет, никогда, никто ещё ни один человек не сказал об этом. Хорошо, теперь давайте пойдём дальше. Теперь, дорогие мои, шлаки начинают накапливаться в коре головного мозга, мозг, наша вот такая структура, мозг даёт команды нашему телу, мозг заставляет нас думать, мозг заставляет нас двигаться профессионально, какие-то знания нужны, а где вот эти знания? Конечно, хранит этот наш мозг. И что же такое? Появляются головные боли, ну, совсем не потому, что мы много думаем, совсем не потому, я вам сейчас расскажу, немножко ниже опущусь, для того, чтобы вам было понятно. Происходит, что человек, вот посмотрите, в крови шлаки грязь и кровь уже, чтобы вам было понятно, дорогие мои. Я специально, вот на первый вебинар, я сделала такую картинку, показала вам все внутренние органы. Кровь, и кровь начинает по нашему телу двигаться, грязная, вы понимаете, грязная кровь. Что она вместе с грязью несёт? Вместе с грязью она несёт, конечно, болезни, только лишь болезни и ничего другого. Кровь предназначена для того, чтобы питать наши внутренние органы, именно кровь, разносит питательные вещества по нашему телу, в частности, по нашим внутренним органам, по всем сосудам кровяным, по всем венам, по всем каналам энергетическим, по каждой клеточке, каждая клеточка просит крови, крови, крови и чистой крови. А кровь грязная. Вот представьте. И мы хотим кушать, мы каждый день хотим кушать, и представьте, если мы будем кушать, каждый день отравленный продукт. Что происходит с нашим внутренним состоянием? Что происходит с нашими органами? Понятно, да? Не буду дальше объяснять. Так вот, кровь загрязняется, и я снова вернусь к своей табличке, она показательна для нас. Для того, знаете, для того, чтобы совершенно, дорогие мои, у меня открытое сердце, я человек, очень любящий и желающий всем помочь. Но поймите, что сейчас вы не настраиваетесь на свои болезни. Сейчас, когда я веду с вами разговор, а я многое могу, и я излучаю очень целительную энергию, прислушивайтесь к ней, получайте её. И то, что я вам говорю сейчас о болезнях, вы сильно на них не концентрируйтесь, да, передавайте мне эти знания, пишите здесь, чтобы я отвечала на ваши вопросы. Но не концентрируйте внимание на своих внутренних органах. А наоборот, сейчас мы с вами сделаем другую практику, которая поможет нам немножко исцелиться. А наоборот, позитив. Позитив, располагайте в себе, позитив и уверенность, дорогие. Без уверенности человек не может ничего. Так вот, когда происходит дальнейшее накопление шлаков после головного мозга, что происходит дальше? Человек начинает пить таблетки на всех уровнях, вот здесь, и здесь, и здесь. Его уже тревожат головные боли, а это уже не просто головные боли, это уже давление. Я вижу девочки болезни лёгких бронхов с раннего детства, моя хорошая. С чем связаны и какие дыхательные практики, вы просто пришли туда, куда вам надо, Светлана. Вот я заметила, что я очень часто появляюсь там, где действительно нужна помощь. Я отвечу вам, отвечу сейчас своих. Вот вы только слушайте меня внимательно. И человек начинает пить таблетки. Он начинает пить таблетку от головной боли, да, на какое-то время голова прошла, он может уснуть. За ночь энергетическая Вселенная даёт нам возможность наполниться энергией позитивной, хорошей, целительной, живой энергии. Мы снова встаём, утром снова идём на работу, думаем, слава Богу, вчера таблетку выпил, как хорошо, всё прошло. И снова, и на следующий день, и в этот же день, и снова всё продолжается, возвращается на круги своя. И происходит, поскольку человек не принимает никаких решительных мер, и снова происходит вот дальнейшее накопление вот этого вот всего, всей этой ерунды. И затем включаются в негативное состояние почки, а когда включаются почки, это уже совсем плохо. И вот теперь я вам начну немножко рассказывать, чтобы вам было понятно, отчего артроз суставов ног, артростеохондрозы, отчего треск и боль, сразу вам будут по ходу, да? Теперь болезни лёгкие, это отдельно остановлюсь. Камни в почках, очень часто простудные заболевания, лагенбиты, мне 30, Юленька, вам 30 лет, моя хорошая. Если вы уйдёте отсюда просто так. Так, болезнь хишемота. А хашемота, честно слово, не знаю, что такое хашемота. Аутоиммунный кириодандит. Так, Марго Ким, моя тёзка. Аутоиммунно знаю, а хашемота что? Не знаю, пожалуйста, напишите. Не знаю, мастера не произносили этих слов, я тоже не знаю. Это, наверное, какой-то термин специальный, но болезни-то, в принципе, они одни и те же. Как избавиться от шлаков? Да, конечно, я вам всё дам, дорогие мои. Конечно, заболевания щитовидки. Конечно, я вам расскажу, как это делать. Безусловно, я здесь не для того только вам что-то негативное передать, правда? Нет-нет. Так вот, я хочу просветить вас немножко. Знаете, что такое просветление? Вот сегодня у вас будет практика, великая практика просветительская. Просветление. Просветление нашего ума, нашего разума, нашего духа и нашего тела. Значит, что же такое наши органы? Если говорить о том, что... Я говорю об энергетической системе в организме человека. Эта энергетическая система что такое? У нас 12 внутренних органов, серьёзных органов. Нет лишних органов в теле человека. Создатель так создал нас, да? И каждый орган, когда он здоров, он вот представь его в виде шара, который мы запускаем с вами, резиновый надуваем, да? И шар перевязываем, чтобы он не выдохнулся, ниточкой тоненькой. Так вот, в организме всё построено именно так. Орган — это шар, наполненный хорошей энергией, изначальной, так называемой, энергией, которая нам дадена была при рождении. Сейчас, поскольку я коснулась почек, и те, кто говорят, камни в почках, и вообще почки — это второе сердце. Печень — второе сердце, почки — второе сердце, всё второе сердце. Нет у нас ничего лишнего. Так вот, посмотрите, мы рождаемся с вами. Первый наш крик — ребёнка. Мы рождаемся каждый с определённым количеством энергии. И это количество энергии зависит от силы рода, от которой мы родились. У одной из нас много энергии дано, и она сразу же кладётся, хранится в почках, а точнее в почечниках. У одной много, подчёркиваю, у другой мало. Сила рода была слабая. А сила рода — это семь поколений после нас. После нас семь — наши мамы-папы, наши бабушки-дедушки, прабабушки, бабушки наших прабабушек и так далее. Семь поколений. И от семи поколений новый рождающийся человек берёт вот эту энергию, берёт таланты, берёт способности, берёт энергию для продвижения по своей жизни, чтобы развить таланты, которые дадены были от этого рода, понимаете? А у каждого таланты свои. А таланты — это и есть предназначение. Это то, что я вам тут не поневоле сказала, да? Так вот, когда... Теперь вернусь к внутреннему органу. Когда внутренний орган наполнен хорошей энергией. И по этой ниточке, которая называется энергетический канал, и по этой именно ниточке к нашему внутреннему органу течёт кровь с помощью энергии. Энергии много, крови много. Энергии мало, крови мало, и скорость у крови очень низкая, и кровь не доходит, малый круг делает, ещё как-то заставляет работать наши лёгкие и сердце. А когда он идёт на нижнюю часть нашего туловища, то там у крови не хватает силы, чтобы дойти до наших стоп-ног. Кто говорит? Артрозы, суставы, ноги и так далее. Кровь не движется до стоп наших, до пальчиков ног, а по нашим ногам. Ну, потом дальше вам немножко скажу, чтобы вам было более понятно. Так вот, почему кровь не доходит? Сразу вопрос, правда? Почему не доходит кровь? Да потому что нашу кровь чистит печень. Это начальный этап очищения. И конечный этап очищения нашу кровь чистит почки. И когда почки начинают чистить кровь, а почки что такое? Почки — это маленькая мембранка. Это, знаете, как ситечка, через которую мы просим. Ну, одним словом, это марля. Все знают, что такое марлечка. И когда почки начинают чистить не совсем чистую кровь, она идёт, несёт вот эту всю грязь, вот эти шлаки все, включения все нехорошие. И что происходит? Эта марлечка у почек засыряется, зашлаковывается. И уже почки не способны, они не способны чистить кровь, и они вынуждены. Кровь проходит в наш организм, верхнюю часть нашего туловища, грязная, и разносит эту грязь по всему организму. Что происходит с самими почками? Почки зашлаковались, появляется аллергия, аллергический насморк, аллергический кашель, появляются почечные проблемы, почечные колики, появляется много-много чего нехорошего. И я вам сразу по ходу скажу, понаблюдайте, пожалуйста, за своей мочой, потому что цвет мочи, её запах и прочее, это сразу показатель, чистые почки или нечистые. Вернее, хорошо работают почки или плохо работают почки. Но каждый, кто сейчас написал, что артроз, болезни суставов и ног, я вам ответила на этот вопрос. Ваша кровь грязная, ходит по телу, заблокированы каналы наших внутренних органов, по которым движется кровь. Знаете, как это? Вот посмотрите, вы все, наверное, знаете, ну на ногах, поскольку о ногах говорим, венозное расширение вен, знаете, да, венозное заболевание. А наши, по нашим ногам, вот снова вернусь к этой картинке, пожалуйста, усвойте, что и постарайтесь довериться, что наше тело, вот это энергетическая система. И по нашим рукам проходят энергетические каналы пяти внутренних наиважнейших органов. У кого руки болят, плечи болят, шейный, остеохондроз, позвоночник. Вот, пожалуйста, я вам сейчас назову каналы, которые проходят по нашим рукам. Это канал сердца, это канал ногтого, это канал перикарда, канал, который питает нашу сердечную мышцу и заставляет работать сердце. И если этот канал сильный, наполненный, если в нем много энергии, и по нему идёт чистая кровь, тогда сердце не болеет. Не болеет сердце. Оно хорошо пульсирует, проталкивает, выталкивает с каждым своим биением пять с половиной литров крови, ему надо вытолкнуть. Это нужна сила. Понимаете? Когда сердце заболевает, там уже нет этой силы, там уже только тук, тук, тук. И какое там количество крови идёт по нашему организму. Так вот, чтобы наши органы, к органам подводились питательные вещества, вот все эти энергетические каналы, я ещё не досказала, здесь канал тонкого кишечника и канал толстого кишечника. Два канала пищеварительной системы и выводящей системы и три наиважнейших органа сердца, лёгкие и канал перикарда. Ещё канал тройного обогревателя, который отвечает за деятельность, за здоровье всего нашего организма. Странно слышать, может быть, многим, многим страшно. И непривычно. А это так, дорогие мои. Если перекрыт у нас один любой канал сердца, то к сердцу кровь уже не подойдёт. Или она подойдёт в очень малом количестве, хотя организм будет бороться за это. Человек сразу не умрёт, не подвигает. Я вам сейчас это расскажу. Так вот, я говорила про почки, да? И когда почки зашлаковались, они плохо чистят кровь. Кровь уже не верхнюю часть тела, она омывает как-то, а на нижнюю у неё не хватает. И что внизу у нас? А внизу у нас с вами какие органы находятся? Наша матка, да? Репродуктивная система, детородные органы. Дальше идут ноги, коленные суставы, голени, голеностопные суставы, стопы. А в стопах у нас находятся, вот в стопы приходят каналы абсолютно всех органов. И если эти каналы, которые идут по ногам, а здесь канал печени, канал желудка, канал селезёнки, канал желчного пузыря, вот все эти жизненно важные органы, которые идут по каналам, по ногам, и когда ноги болят, это значит больные органы? Или если больные органы, значит больные ноги? Вот всё взаимосвязано. В организме человека, дорогие мои, всё взаимосвязано. Нет нанезапчасти. Нас Бог так устроил, что мы, вы знаете, у нас нет отдельного органа, нельзя взять, выбросить печень и заменить её другой. Хотя сейчас наука работает над тем, сейчас и вставляют штыри и в коленные суставы. У меня соседка подача поставила такой штырь. Ну что? И смотрите, поскольку о болезнях ног говорим, наверное, кто-то, может быть, думает, да вот сделаю операцию. Но операция стоила 200 тысяч. Вот. И поставили ей в коленный сустав. Сейчас скажу, не простую железку, а какую-то хромированную, что ли. Ну, в общем, вот так это стоит. Она ходила очень плохо, коленный сустав. А почему он болен? Я вам сейчас скажу. Почему больные суставы? Вот в суставах-то там всего две косточки, вот, в которых находится около суставная жидкость. И суставы эти движут мышцы, мышцы и сухожилия. Понимаете? И когда вот в организме мало уже становится энергии, а за все жидкости, за все слизи отвечает селезёнка, которая тоже начинает работать плохо, потому что плохо начала работать, начали работать почки, то и появляются вот эти шлаки, они хранятся, опускаются в ноги. И потому там появляется вместо околосуставной жидкости, появляется гной. И поэтому начинают болеть суставы. Понимаете? Вот причина-то вся вот в этом, в этом понимании. Хорошо. Дорогие мои, это понятно? Пожалуйста, поставьте мне пятёрочки. Если понятно. Значит, теперь я вам, теперь расскажу о болезни лёгких. Так, камни в почках. Очень часто простудное заболевание. Ларингиты. Так, мне 30 лет, да. Так, я сейчас подниму немножко, девочки, чтобы всем постараться ответить. Вы уже сразу вопросы задаёте. Значит, Верочка, дорогая моя, так, остеоартроз тазобедренных суставов, вы знаете, тазобедренные суставы, это то же самое, что я вам сейчас сказала. Вам 55 лет, будьте осторожны, ходите очень аккуратно, не дай Бог, если вы сломаете тазобедренный сустав. Это очень плохо. Потому что, вы знаете, у нас чакрная система, кто изучал её когда-нибудь, но я-то очень плотно это знаю. И в этой области, в области копчика, у нас происходит наполнение жизненной энергии, жизненной силы всего нашего тела. От земли, от энергии земли нас насыщает, энергия Бога, энергия космоса, энергия неба. Как хотите себе проговаривайте, пожалуйста. Я верующий человек, я говорю так, как есть. Так вот, тазобедренные суставы, конечно, вы страдаете, у вас всё страдает, у вас и крестцовые кости страдают. Ясно ведь, да? И походка, наверное, изменилась. И в 55 лет, ну, подвижная, стройная, слава Богу, что вы стройная, что у вас ещё нет лишнего веса. Это, с одной стороны, хорошо. Но я вам ничего другого не скажу. Вам надо направиться. Просто, ну, если у вас появится такое желание, конечно, на мой курс, вы там всё узнаете, и вы сможете обязательно себе помочь. Приходят все на мой курс, все. Вы знаете, здоровый человек ни один не приходит. Все приходят. Я так грубо, может быть, говорю, хромые, битые, грабленные. А потому что действительно, ты начинаешь хромать, но над этим не надо смеяться, этому надо сострадать. Вот. И действительно, и не знает человек, как помочь. Потому что таблетка внутрь вашего сустава никогда не залезет. Понимаете? Она никогда туда не пройдёт. И помогать нужно только через энергетические каналы и через правильное, наполненное движение огромного количества энергии и чистого, здорового, мощного потока крови, который вымывает вот эти все гнойные загрязнения. Этот мощный поток крови вымывает все застойные явления в сосудах сердца, в каналах, по которым идёт энергия и кровь, и питательные вещества, как всем вашим внутренним органам. Кровь вымывает всё. Если в организме, запомните, пожалуйста, очень хорошо. Я не знаю, знают ли это врачи. Когда кровь в организме чистая, когда она идёт с хорошей, мощной скоростью, то представьте, у вас дома трубы все, когда они засорились, что вы делаете? Вы или большой поток воды пускаете, или вы вот этой штукой прочищаете, да? То же самое кровь. Кровь, когда она сильная, мощная и наполненная энергией, а энергия именно движет кровь, понимаете? Она даёт силу крови двигаться по вашему телу, по всем сосудам, каналам, меридианам, по всем вот этим энергетическим каналам. Тогда она вымывает всё это, и тогда в организме постепенно выходит, уходят все болезни. Знаете почему? Потому что организм наш — это такая мощная, настолько продуманная Богом система. вот заболевает у нас один орган. Вот сейчас я вам просто расскажу. Вот тайн, секретов в оздоровлении. То, что мне дали профессора, и то, что вот я сейчас с вами делюсь, вам хоть один врач сказал об этом? Нет. Не скажет, потому что он не знает. Так вот, к примеру, опять же не хочу о никого убежать. Заболела ваша печень? Это вам кажется, что она заболела. Вы понимаете, что печень ваша сдвинулась с места, что покалывает, и вы уже начинаете очень осмотрительно что-то кушать. Чувствуете, что печень на что-то реагирует негативно, да? Вам что-то это не нравится, это не нравится. И вы понимаете, что печень заболевает. Но у печени, дорогие мои, нет нервных окончаний, нет болевых синдромов, через которые бы вам печень сказала, что, а ты знаешь, вот там, Маргарита, у меня, я ведь заболела. У печени нет болевых синдромов. Если у вас заболело сердце, да, у сердца есть болевые синдромы. У желудка, у всех тона, у всех, у печени нет болевых синдромов. И она болевой синдром проявляет только через желчный пузырь. Что делает печень? Она чистит нашу кровь. У печени 500 различных функций. Она чего только не делает, наша печень. Она нам готовит и витамины, и минералы. Она и подводит питательные вещества, и насыщает всё наше тело тем, чем нужно, чтобы мы были здоровы. Но в случае, если она здорова, если в печени много хорошей, положительной энергии, и если энергетический канал, с помощью которого кровь идёт и подводит питательные вещества к печени, да, всё тогда, всё окей. Но в противном случае печень начинает истощаться, энергии становится всё меньше, а печень ещё такую функцию делает в нашем организме. Она вырабатывает такую мощную щелочную кислоту. Такая мощная кислота. И эту кислоту она передаёт в желчный пузырь. Желчный пузырь берёт эту кислоту, принимает её, и с помощью этой кислоты мощной расщепляет всю пищу, которую мы с вами вкушаем, на хорошую и плохую. Нужно же отделить. Мы неправильно с вами питаемся зачастую. И желчный пузырь расщепляет эту пищу, хорошую отправляет в желудок, а плохую старается. Вот, толстый кишечник, но там ещё целый процесс. Это не сразу происходит. А если такая ситуация, что в печени мало энергии, печень начинает истощаться, и у неё уже нет силы такой, чтобы большое количество этой кислоты вырабатывать, тогда этой кислоты приходит мало. Желчный пузырь начинает страдать. Он не может расщеплять. У него тоже нет этой силы для расщепления. Желчный пузырь начинает шлаковаться той пищей, которую мы едим. Шлаковаться ещё больше начинает печень. Загрязнениями наполняются оба этих внутренних органа, а у них парные каналы, так называемые. Один от другого зависящий. У нас много в организме парных каналов. У нас таких... 7 парных каналов у нас, 7 в организме. И тогда, что происходит? Начинает заболевать желчный пузырь, и он накапливает огромное количество шлаков. И вот эти-то шлаки — это и есть сначала песочек, а потом камушки. Кто об этом слышит? Пожалуйста, дорогие мои, напишите. Вот это и есть камушки. И что происходит дальше? А дальше, смотрите, цепочка. Вот я сейчас вам открою огромный секрет, чтобы вы тоже это запомнили. Я не знаю, придёте вы ко мне, не придёте. Если не придёте, это ваш выбор. Так я вынуждена сказать. Вот, смотрите, заболела печень, желчный пузырь, пошёл по очереди. Ничего в организме нет отдельного. Если заболела печень, значит, болит вся пищеварительная система. Вся. Поверьте в это, это так. Заболел один орган — это не в полной мере начинает работать наш желудок, потом поджелудочная железа, потом селезёнка, потом почки, и пошло, и пошло. И от чего заболевает весь организм, хронические болезни? Запомните, пожалуйста, хронические болезни все формируются только в нашей пищеварительной системе. Только здесь от того, что процесс правильного пищеварения перестал быть эффективным. Вот отсюда. Так вот, на мастер-классе врачи традиционной медицины в первую очередь обращают внимание на это. И я уже на втором уроке, на втором занятии начинаю заниматься пищеварительной системой. Потому что здесь все проблемы, отсюда они начинаются, истоки здесь, истоки, конечно, от крови, от энергетических каналов, вот отсюда. Ну, а здесь уже формируется болезнь. Она формируется, конечно, не за месяц, за два, дорогие мои. Конечно, нет. Это всё происходит постепенно. Но это происходит так, что мы пока ничего об этом не знаем. Но когда наступает что-то серьёзное, уже просто бывает часто, поздновато. Как сказали бы украинцы, не буду говорить. Так вот, дорогие мои, отсюда. И теперь возьмём, вот как работает наша система, поскольку я вам сказала, поверьте, что внутри нашего организма есть такие важнейшие системы, которые столько времени не дают человеку погибнуть, сохраняют ему здоровье, помогают ему. Вот смотрите, возьму на примере другого любого органа. Про печень я вам сказала. Возьму на примере, предположим, лёгкого. Все вы знаете, лёгкие, да? И вот, например, заболела лёгкая. Нам стало трудно дышать. Мы задыхаемся. В лёгких нам говорят, когда мы дышим глубоко, у нас там что-то скворчит, что-то как будто бы перекатывается, дорогие мои. А это селезёнка уже в пищеварительной системе, у неё нет силы уже очищаться. А селезёнка что делает? Она в окончательном варианте расщепляет нашу пищу, через весь этот завод, фабрику проходит наша пища. И селезёнка ещё в последнюю стадию должна отделить хорошее на работу всей нашей внутренней органы и плохое. И она вот уже направляет, да? Так вот, у селезёнки нет сил. Она точно так же блокируется, шлакуется. Канал селезёнки блокируется, он уже не может наполняться чистой кровью, потому что везде уже вся вот эта система уже поражена, да? И вот поскольку селезёнка отвечает в организме за все жидкости, за все слизи, а это наши слёзы, это наши сопельки, это жидкости все внутри нашего тела, а у селезёнки уже нет возможности, нет сил, нет энергии чистить всё это, выбирать из нашего организма, и вот здесь скапливается целое болото. Так профессора такие практики дают нам, ну, я, естественно, передаю вот эти практики, которые позволяют вот это всё очистить, всё это болото почистить, такие массажи колоссальные, великолепные, которые вот по своим результатам помогают вот эту всю, вот все вот эти наши внутренние органы очистить. Так вот, мы с вами говорим, приходится вот прыгать туда-сюда, для того, чтобы вам понятно было. Так вот, мы взяли лёгкие. Лёгкие там уже чувствуем, там что-то хрипит и так далее. Так вот, организм на пределе. Лёгкие, вы же понимаете, что лёгкие насыщают нас кислородом. Без кислорода мы задыхаемся и тут же погибаем, правда? Так вот, у нас есть в организме такая иммунная система. Все слышали? Иммунная система. Все слышали? Девочки, как-то, пожалуйста, немножко отзывайтесь. Интересно вам это или нет? Может быть, я вам говорю, а вам это совсем не надо? Пожалуйста, отзывайтесь. Ставьте в чат. У меня вот на чате сейчас только, вот только первые вопросы. Так, ставьте в чат. Все слышали, что такое? Да, спасибо вам. Иммунная система. Так вот, иммунная система и щитовидная система, это одна гормональная система, просто в ней много входит разных, как они, железы называются, да? Вот разных желёз. А здесь и входит и печень наша, и селезёнка, и желудок, и наши яичники. Она мощная гормональная система. И если какой-то вот из этих желёз, если она перестала работать, у неё нет энергии, нет сил, то сами знаете, какой вывод сделать. Так вот, иммунная система, пока у неё есть энергия, пока есть энергия внутри нашего тела, она начинает отслеживать, она для того и находится внутри нас, она начинает отслеживать, что, предположим, лёгкие начали страдать, начали заболевать. Что же делает наша иммунная система? Она начинает помогать человеку не упасть, не умереть, не погибнуть. Она начинает то недостаточное, то недостающее количество энергии для того, чтобы лёгкое было здорово, чтобы наполнялось и кровью, и питательными веществами. Она забирает из какой-то другой системы, взаймы берёт, как мы деньги берём взаймы, и отдаёт, направляет в канал вот этого лёгкого вот эту дополнительную энергию из какой-то другой системы. Я вам скажу дальше, из какой. И лёгкое, поскольку оно, ей дали дополнительную порцию энергии, оно начинает лучше работать, и вы чувствуете, что оно начинает лучше работать. А вам кажется, что вы таблетки приняли, и у вас лёгкое начало работать. Нет, дорогие мои, совсем не так это происходит. А как иммунная система работает внутри вас, вот я вам рассказываю. Она приходит на помощь всегда. И каждый раз, когда какой-то жизненно важный орган заболел, иммунная система, когда ещё в организме есть достаточное количество энергии, когда ещё органы, естественно, они живые, работают, это понятно, и она даёт, даёт, откуда-то забирает, допоёт, дополняет. А если заболел, заболело сердце. Наиважнейший орган, вам об этом говорить не надо, иммунная система оттаскивает, оттаскивает где-то, забирает, дополняет сосуды, сердце наполняет, само сердце наполняет энергией, даёт ему возможность жить, дышать, без этого мы не живём. А откуда она забирает это, вот эту энергию дополнительную? Чаще всего она забирает и занимает эту энергию у выводительной системы. Так вот, откуда берутся загрязнения и шлаки в нашем организме, которые я вам называла, покажу сейчас дальше и расскажу дальше. Вот. Огромное количество шлаков, потому что выделительная система обесточена. У неё забрали энергию. Забрали почему? Потому что человек с обесточенной почти выделительной системой может жить, не умрёт. А вот сердце, если обесточится, у лёгких печень, человек погибнет. И вот такая умная система внутри нас, иммунная, она живёт, она всё время помогает нам. Но наступает такой период, когда шлаки начинают распределяться уже, не только там, скажем, в печени, не только в селезёнке, а они начинают, это же система энергетическая. Кровь туда-сюда, всё, энергия туда-сюда, всё везде. Вы знаете, что организм как работает? Там вообще мотор, круглосуточный мотор включен. Так вот, шлаки распределяются дальше, уже по всем органам. Начинается артрит, полиартрит. Шлаки уже поступают там, куда я вам говорила, вот в эти мышцы, сухожилия. Вот вместо селезёнка не работает, гноятся вот эти наши косточки, суставы. Хотя там болеть-то нечем, там кости, там нечего болеть. Болят мышцы и сухожилия рядом. Всё болит, понимаете? Отёки появляются на колене. Вообще очень неприятно. У нас, у собаки, у нас был Ротвейлер, у него был бурсит. Как он бедный ходил. Откачивали там вот этот весь гной и прочее. Это просто очень ужасно. Так вот, всё это, вот чтобы вы знали и понимали, сейчас в больницах откачивают, ставят иглу и откачивают этот гной. Это же болит. Представьте, когда болит зуб, когда там загноился, какая боль. А если это боль где-то внутри вас, в коленях, в суставах, ну это же кошмар. У меня отнималась рука точно так же, был плечо-лопаточный полиартрит. У меня это всё было, и через всё это прошло, дорогие мои. Ну слава Богу, я вот знаю это, и сейчас я вообще все эти годы, безусловно, здоровый человек. Я занимаюсь йогой, йога-терапией, и занимаюсь практиками цигуны, чем я только не занимаюсь. Но это-то просто, вот это просто уже даже можно как-то и не так активно уже и заниматься, как я это делаю, зная вот всё вот это, о чём я вам говорю, так просто, это просто ключик, жизненный ключик, далее золотой ключик, вот и всё. Так вот, дорогие мои, когда шлаки начинают распределяться по всем органам, артрит, полиартрит, это ещё ладно, потом инсульт, инфаркт, это всё тоже самая причина одна и та же. Теперь уже, когда инсульт и инфаркт, что происходит? Сначала болит шейка, да, шейный остеохондроз, вот, инфаркт, когда зашлаковались, заблокировались сосуды сердца, и сосуды сердца уже не качают кровь, уже нет сил у них, они зашлаковались, понимаете, прохода в эти трубочки нет. Это, конечно, очень серьёзно. Ну а дальше уже, тут так написано, есть природы, да, это пренебрежительное отношение к своему организму. Это понимать, что таблетка, и всё, и всё. Мне даже тяжело и трудно говорить, у меня такая была ученица, она и есть, уже три года прошло с тех пор, мне просто порекомендовали, у неё онкология была четвёртой степени, когда она ко мне пришла, уже метастазы были в лёгких, кишечники, позвоночники, и я начала с ней заниматься, вот всем этим, три года прошло, слава Богу, она жива, не съездила ещё без раи, вот она мне, кстати, рассказывала, вчера у меня на вебинаре была женщина, у которой тоже раковое заболевание, она сказала, что начальная стадия, но у нас, вы знаете, начальную стадию, у нас западная медицина определяет начальную эту стадию, когда уже третья степень, предположим, а вот китайские врачи определяют эту стадию раковую уже на втором месяце, вот какая диагностика, и тут можно, уже можно помочь запросто, просто запросто, вот через активацию, через здоровье крови, через наполнение энергетиками, энергии тела, чистые каналы, по которым идёт чистая кровь, и тогда это всё, вот просто здесь нет другого, здесь просто подход разный к каждому внутреннему органу, подход разный, да, но на основе вот этой энергетической системы. Девочки, так, Натали пишет, очень интересно, расскажите, расскажите, пожалуйста, о цигуне, как это работает. Дорогие мои, цигун, но цигун — это упражнение, это комплексы упражнений, они достаточно, ну, есть достаточно лёгкие, есть такие трудные, но смотрите, если вы спрашиваете, я вам скажу, очень коротко, конечно, когда выполняешь какие-то комплексы цигун, а есть у них такой комплекс, который называется цигун для пяти зверей, то есть каждый комплекс предназначен для оздоровления какого-то органа, это может быть сердце, это может быть лёгкие, это может быть печень, вот для каких-то, вот каждое упражнение, оно достаточно длинное, но для оздоровления органа. А почему органа? Потому что оно начинает, поскольку китайцы знают, где, вот скажем, лёгкое, где находится канал лёгкого, а канал лёгкого находится в руках, и они вот все эти движения насыщают через руки. А если канал печени, чтобы активизировать канал печени, а канал печени проходит по ногам и по всей грудной части тела, тогда они насыщают и тело всё, и ноги, и всё. То есть, понимаете, то есть там вот такие комплексы, которые помогают двигаться, включаться в тело, вот все вот эти направления. Но самое главное, там очень глубоко нужно уметь настраиваться, там нужно уметь правильно дышать, прежде всего. Все, кто старше, не побоюсь сказать, 15 лет, дышат уже, дышать уже не умеют. Дышать мы не умеем, мы разучились дышать, поскольку наши ни мамочки, ни бабушки этому никогда не учились, никто правильное дыхание в нас не поддерживал, а правильно дышат, обратите внимание, только наши, только деточки маленькие, обратите внимание, как они дышат, они дышат только лишь животиком. И когда вот это бронхиальное дыхание включается, и дыхание животом, тогда весь организм, вот когда совершает человек вдох и выдох, а это должен быть глубокий вдох и глубокий выдох, доходить до ступней ног. А как мы дышим? Мы дышим вот так, посмотрите на меня, вдох горлом, вот здесь остановилось, этот кислород, поток кислорода, дальше он уже никуда не идет, чуть-чуть по бронхам помогает, попадает в наши легкие, наши легкие, они такие длинные, вы знаете, они заканчиваются под ребрами, под нижними, да, а насыщаются они кислородом буквально на сантиметры и на два, и тело, организм начинает страдать. Взрослые люди погибают от чего? Сами даже не знают от чего, а я вам скажу, от кислородного голодания. Все органы начинают заболевать, все уже начинает сохнуть, понимаете, потому что кислорода нет, питания нет. От чего человек может жить? Как он может жить? Когда не питание, а вместе с кислородом мы насыщаемся энергией. Дорогие мои, я перескакиваю с одного на другое, но вы знаете, такие знания, это огромные, просто огромные, и это настолько интересно знать, вот мне всегда странно, даже иногда думаю, ну как же человек должен до 70 лет, до 75, и не знает, как устроен у него организм, и как же он не знает, как он может помочь, чтобы у него сердце нормально функционировало, нормально работало, ну как же так? И вот у меня сейчас я курс заканчиваю, мастер-класс, уже 4 урока, 4 прошло, да, и у меня там женщины, ну они все, все ведь приходят, все исцелиться, оздоровиться, это же понятно, и сначала как-то было и любопытно, и странно, а сейчас посмотрите, они включились, все сидят, работают, а женщина у меня одна, очень серьезная, женщина, она руководитель на работе, и она врач, кстати, на моих курсах уже второй врач, первый врач мне написала письмо, Маргарита, я когда узнала ваш курс, и подумала, боже, что же мы делаем врачи, мы вырезаем все, что можно, пичкаем таблетками, как будто наш организм, это автомобиль, когда можно заменить на какие-то запчасти, а вот это вот доктор, она, я не буду говорить, как ее зовут, она такая серьезная женщина, такая собранная, такая закрытая, такая вот закрытая, видимо, а я уже понимаю, почему, у нее сердечно-сосудистая система очень больна, вот, и она пришла ко мне, поверила мне, доверилась, и пришла ко мне, и вот она сейчас проходит сколько, три недели, и она вчера мне написала письмо, такой закрытый человек, вот, мало проявляющийся, знаете, такие закрытые, они закрываются от внешнего мира, потому что человек все время страдает, он все время ожидает чего-то от своего организма, что вот если не сегодня, то завтра, понимаете, а женщина такая красивая, ну, ясно, хоть красивый, некрасивый, любой человек хочет жить и процветать, и она мне написала такие слова любви, Маргариточка, и вот от такого закрытого человека, она мне вчера такое письмо написала, дай вам Бог, сил, здоровья, дай вам Бог идти по этому пути, помогать людям, вы знаете, это вот для меня эти слова, это бриллианты просто, бриллианты, и я понимаю, что я помогаю ей, я ей помогаю жить, начать жизнь по-новому, понимаете, и это настолько это важно, когда человек услышит себя, придёт и начнёт работать над своими проблемами, а если дальше будет надеяться на таблетки, что будет? Ну, что будет? Я всегда говорю, человек в процессе своей жизни, уж не обижайтесь, если кому-то не понравится, но я достаточно жестка, что касается здоровья, я сама это здоровье зарабатывала много-много лет, и я понимаю, через сколько трудностей надо пройти, чтобы стать, чтобы от болезни перейти к совершенно здоровому состоянию, в прошлом году я специально интереса ради к знакомой легла в больницу на неделю, она бежит и показывает мне снимки, Маргарита, снимок, пищеварительная система, как будто нарисован, как будто новенький, вот чего можно добиться, понимаете? Так вот, не забыла уже, что сказала, что-то хотела важное сказать, так вот, когда человек обращается к себе и понимает, что это Бог нам, опять же, нас толкает легонечко в спину и говорит, учись, говорит, тебе надо жить, говорит, узнавай, познавай, двигайся, а мы, женщины, русские особенно, как нас воспитали, мы начинаем беспокоиться и заботиться о муже, о детях, о внуках, о себе в последнюю очередь, нельзя так, дорогие мои, нельзя, нельзя так не любить себя, себя нужно любить в первую очередь, а все остальные после вас, потому что вы их породили, и у каждого из них своя жизнь, Бог дал свою жизнь каждому, написал на бумажке, на листочках, поэтому я вас просто призываю, вот посмотрите, какие, Верочка, я танцую, не обращаю внимания, не дай Бог, молодец, Верочка, молодец, надо танцевать, надо меньше хандрить, правильно, молодец, но надо и лечиться, дорогая моя, обязательно надо лечиться, хорошо, дорогие, так, я там на какие-то вопросы не ответила, вот что, я про лёгкое всё рассказала, нет, не всё рассказала, так вот смотрите, когда иммунная система спасает лёгкое, вот спасает наши внутренние органы, вот таким образом, и мы продолжаем жить, но не всё же так плохо, понимаете, не всё так плохо, если мы повернулись к себе, щитовидная железа, а, или другое название болезнь, хашимото, ага, щитовидная железа, ну что такое щитовидная железа, конечно, вот она в этой зоне находится, в области бишутха чакры, если говорить на языке цигун, на языке йоги, есть ли заболевания щитовидной железы? Во-первых, нужно говорить о духовной составляющей, начать нужно с этого, очень часто, когда мы закрываемся от мира, когда мы боимся проявляться активно, вот эта щитовидная железа, она напрямую зависит от открытости вашей бишутха чакры, бишутха чакра находится, я не знаю, изучали вы, не изучали энергетические центры, а это я вам о том же самом говорю, только с другим подходом, с другой стороны, так вот, здоровье и открытость этой чакры зависит от нашей открытости, вот как мы разговаривали с людьми, открыто или нет, вот открываюсь я вам сейчас или нет, или я сижу и тихонечко вам что-то шепчу, а я открываюсь вам, я сейчас вам стараюсь высказать всё, что я знаю, что я могу, я стараюсь вам передать то желание жить, желание быть здоровой, я с вами, и я вот это выражаю через свою щитовидную железу, это ещё очень важно, как я воспринимаю этот мир, люблю ли я этот мир, я ощущаю ли я себя, вот эту маленькую частичку, каждый из вас вот в этом огромном мире, и благодарна ли я этому огромному мире, и молюсь ли я Бога, и осознаю ли я Бога, и наблюдаю ли я за мыслями, которые происходят внутри меня, не кого-то ли я осуждаю, не осуждаю ли я кого-то, и неплохо ли думаю я о кого-то, это всё вот здесь, в этой иммунной системе, в воротниковой зоне, так что психологическая часть заболеваний щитовидной железы, она здесь, но нас никто не учил, понимаете, и у меня вот соседка, она делала операцию на щитовидную железу, потом ходила ко мне заниматься, заниматься йогой, и она сейчас, слава Богу, слава Богу, да, слава Богу, я вот её встречаю уже сейчас в подъезде, она сейчас уже не ходит, у меня две девочки, вот, и она говорит, что, ну, вырезала её, и у неё там были, у неё там была опухоль, самая настоящая, ей говорили, что начало, начальная стадия рака, вот, ну, она вырезала, вот, как только вырезала, стала ходить ко мне на занятия, ну, сейчас, прошло уже два года, я вижу её, всё хорошо, щитовидная железа, это тоже такая железа, которая входит в гормональную систему, но и, конечно, всё это, дорогие мои, от загрязнённости организма, всё от загрязнения, вот, все болезни, я встречала женщину, у неё аллергия, кашель, насморк, она говорит, ой, я боюсь прихода весны, летом, когда цветут цветы, и всё, идёт из аптеки, вот такая полная горсть, у неё лекарств, я говорю, ты что делаешь? Она говорит, так вот, вот врач выписала, вот иду, я говорю, ты приходи ко мне на занятия, позанимаешься полгода, ты уже будешь здоровой, ой, да нет, некогда, понимаете, что человек говорит, некогда, а лучше прийти, купить таблетки, и продолжать себя травить, и травить вот это все, все, все внутренние органы, но я не настаиваю, потому что каждый человек делает свой выбор, и что я хотела сказать, так вот, каждый человек делает свой выбор, один всю жизнь готовится, чтобы вот уже разучиться правильно дышать, уже не следить за собой, за своим здоровьем, ничего не познавать, ничего не узнавать, просто идёт готовиться к могиле, а другие, которые хотят жить, те, которые хотят долго жить и быть в активном состоянии, не с тросточкой ходить, а в активном состоянии, они, конечно, познают что-то, идут, изучают, что-то делают, работают, так вот, эта женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, Леночка её зовут, она, каждый раз мы, когда начинаем занятия, мы начинаем всегда с результатов, а какие же результаты, что почувствовали, что получилось, что поняли, что не поняли, как это отзывается внутри вас, и как сердце меня, конечно, больше всего интересует, а приёмов и методов для оздоровления сердца очень много, очень много, работаю, сижу на работе, когда появляется там время, минута, я снова работаю, и говорит, я сейчас перестала бояться, сейчас стало легко дышать и прочее, вы понимаете, насколько вот это важно, ой, дорогие мои, что вам ещё рассказать, задавайте вопросы, я столько, мне кажется, рассказала, так, Леночка, скажите, пожалуйста, сколько у меня времени ещё, на что я могу ещё рассчитывать, я хочу ещё делать вам практику, дорогие мои, хоть вас и мало, 10 минут, да, 10 минут остаётся, хорошо, ой, 10 минут, нужно было чуть-чуть пораньше мне сказать, значит, хорошо, дорогие мои, но 15 минут вы мне дадите, Леночка? Нина, как очистить органы? Органы очистить именно, так вот, они очищаются через воздействие на кровь, на энергетический поток, и вся эта грязь входит, выходит через скаловый, через толстый кишечник, через тонкий сначала, потом через толстый кишечник, и всё это покидает наш организм, во-первых, вы теряете килограммы, кому это необходимо, кому это не нужно, вес сохраняется, организм, иммунная система работает так, как нужно, правильно работает, и покидают вас все шлаки, а шлаков, если человеку лет 60, то там килограмм 20 уже сидит, понимаете, вот от всего этого надо очистить, все каналы энергетические, а никто не знает, как это делать, мы будем это делать на своих мастер-классах, вы будете знать, где проходит канал сердца, где проходит канал печени, как на него влиять, какие точки энергетически активны, для того, чтобы сердце или печень включилась в работу, чтобы этот, за то, чтобы эта пробка с канала ушла, и чтобы потом кровь прочистила этот канал, вот такая вот работа, вот так очистить каналы, вот так очищаются. Хорошо, девочки, можно говорить очень долго, и я могу говорить долго, вишутка чакра работает, хорошо. Теперь, дорогие мои, давайте сделаем практику, и практику мы сделаем вот такую. Мы с вами поработаем сейчас с черепной коробкой, с головой, у кого давление. Вот у кого давление, девочки, я вам сразу скажу, что давление начинается именно тогда, когда печень начинает плохо чистить кровь. Вот. И первая причина давления, гипотонии или гипертонии, это уже нездоровая печень, зашлакованная печень. Ой, вру, 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 почки, 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 девочки, простите, зашлакованные почки. Почки плохо чистят кровь, кровь не движется, не поднимается по энергетической системе, и вот эта зона, я сейчас вот вам заострю внимание, наверное, у меня где-то есть голова, по-моему, я давала голову. Да, должна быть голова. Девочки, и вот эта шейная зона, это мост между нашим туловищем и головой, и голова всегда болит, когда вот здесь каналы, шейные каналы, здесь хангроз, каналы не дают проходить достаточному количеству крови и энергии, и начинает болеть голова. И сегодня мы с вами, вот как раз сейчас, поработаем с этой зоной, а вы, пожалуйста, настройтесь на своё тело. Вот перед вами головка. И все наши внутренние органы связаны и на лице, и в голове. Всё единая система в организме, дорогие мои. А теперь давайте сядьте спокойно на своём кресле и на стульчике, почувствуйте попой, как вы прикасаетесь, соединяетесь с креслом. Вы примите спинку, положите руки на колени, прикройте глазки, почувствуйте свои ноги. Ваши ноги представьте, что стоят сейчас на земле, на земле матушки. Наши стопы чувствуют прохладу земли. Землю нужно любить, мы живём на этой земле, ходим по ней, получаем знания, мудрость, богатство, работу, карьеру, мы всё получаем от земли. начните совершать спокойное дыхание. Каждый вдох и каждый выдох осознавайте. не напрягайтесь, дышите спокойно. Почувствуйте, что ваши лёгки насыщаются энергией и кислородом. Осознайте, как на вдохе вздымается ваша грудная клетка и ваши плечики, а на выдохе выпячивается животик. Вы совершаете спокойное дыхание. Вместе с дыханием постарайтесь отпустить все мысли, очистить свой разум, свою головку от всего ненужного. освободитесь от суеты в голове, очиститесь на выдохе. Спокойное дыхание постепенно расслабляет ваше тело. вы слышите своё дыхание, вы начинаете ощущать, как через ваши стопы энергия жизненной силы поднимается вверх по голени. вы можете почувствовать это через пощипывание, через покалывание. Кто-то это почувствует, кто-то, может быть, пока нет. Но особенно у кого, те, у кого больны ноги, постарайтесь это прочувствовать, потому что это происходит. продолжайте дышать, расслабьте тело, отпустите все мысли, понаблюдайте за собой, что изменилось внутри вас, почувствуйте на мгновение свои стопы ног и переносите своё внимание на кисти рук. Наши руки — это продолжение наших сердец. Почувствуйте вибрацию в ладонях подушечках пальчиков, почувствуйте тепло, ваши руки наполнились энергией, энергией жизненной силы. совершите спокойный глубокий вдох, спокойное время и не теряя состояние расслабления, расслабленности, концентрации и внимания к себе, откройте откройте глазки, посмотрите на меня. Если у кого-то длинные волосы, приподнимите их левой рукой, попридержите, правую руку положите себе на область шеи, около плеча и начните плотно растирать всей кистью руки эту зону. И постепенно, вот уже с первого раза вы можете почувствовать, как шейка начинает разогреваться. Разогревается та зона, по которой движется кровь и энергия к нашей голове, к нашему мозгу. А наш мозг — это командир. Именно он дает команду, когда нам нужно подумать, поднять руку или ногу, взять кастрюльку, сковородку. И мы все это делаем по команде мозга. Растирайте, пожалуйста, правой ручкой. Тогда почувствуйте тепло под руками, на шее. Плотно это делайте, не гладьте, а плотно растирайте. Хорошо, давайте поменяем руки. Другой рукой прихватите волосы, а левую руку поставьте у правого плеча и справа налево начните совершать эти разминания. Очень плотные. Если где-то у вас побаливает, если где-то больно, не делайте так больно. лёгкая боль это лечение, а сильная боль не нужна. Мы разомнём все эти каналы, все наши позвоночки шейные, по которым идёт энергетический поток вместе с кровью. хорошо. Почувствуйте, как разогрелась вся ваша шея, разогрелись ваши плечи. И теперь свои ручки, посмотрите на меня, положите свои руки как расчёску в область в область височка. На височке давить сильно не нужно. Вот так вся и начните прочесывать плотно, прикасаясь пальцами, плотно прижимая кожу от висков до затылка. Прочёсывайте, пожалуйста, сильно тоже. Здесь нет боли, здесь очень плотная кость, но именно вот таким движением от висков до затылка мы не трогаем верхнюю часть сейчас и растираем. Растирая, плотно соприкасаясь пальчиками кожи, ощущайте, пожалуйста, если у вас на этом пути какие-то бугорки, какие-то ямки, какие-то шишечки, пожалуйста, отмечайте. Кто отметит, потом напишите. Это как раз те же застои крови, которые бывают и на ногах, но это немножко иные, безусловно, именно отсюда по этой причине болит голова и давление также. Ни кровь, ни энергия здесь застаиваются и она не пульсирует, не питает ваш головной мозг. А то, что мы сейчас делаем с вами, в этой зоне под нашими руками находятся еще 20 активных точек желчного пузыря и мы одновременно прорабатываем, активизируем работу желчного пузыря. Хорошо. Остановитесь. Если кто-то нашел какие-то там логорочки, какие-то решочки, может быть мягкие такие, которые продавливаются, там жидкость, поэтому нужно вот это все будет мягко очень, не за один раз ни в коем случае, но все время с любовью несколько дней, на то, сколько пока это не исчезнет, не уйдет, а это может рассосаться элементарно. Теперь положите свои ручки в область лба и точно так же расческой, расчесывая ручками, плотно прижимая ладони свои плотно к коже до затылочной части мы прочесываем все эту область, работая, помогая нашему мозгу наполниться, напитаться энергией и кровью, мы с вами одновременно активизируем нашу память, потому что память, когда голова болит и давление, память уже заметно снижается, падает зрение, появляется резь в глазах, покалывание, глаза устают, но одним словом очень много симптомов. Параллельно мы здесь активизируем с вами наш позвоночник. Хорошо, дорогие, прочешите. Если появились у вас где-то вот такие включения, о которых я сказала на голове, поработайте с ними. Затем, дорогие, поставьте свои ручки на уши и очень, посмотрите, как, большой палец за ушами, так, вот так, так, не видно будет, большой палец за ушами, а эти все пальчики впереди. И очень сильно, очень сильно, тут боли не будет, но очень сильно до красна. Мы растираем всю эту зону, здесь очень важные проходят каналы внутренних органов, которые как раз активизируют важнейшие наши все системы. Хорошо, до горячего состояния разотрите. Молодцы. Теперь возьмите козелок и вдавите его пальчиками вовнутрь глубоко, прикройте глазки и услышьте, какая работа сейчас происходит внутри вашей очередной коробки. Услышьте этот шум. отпустите, если услышали. Сейчас ключицы свои продавите вот так пальчиками глубоко, глубоко поглубже. Тут идут несколько каналов внутренних органов. Глубоко, хорошо. Так что в жар пускает в жар прямо. И сейчас от ключицы от плеча до кубка себя вот так прогладьте, не касаясь вашей грудью. Мягко. Здесь проходят каналы пищеварительных органов. Хорошо. И прикройте глазки. Почувствуйте и ощутите себя. от отследите пожалуйста. Появилось такое ощущение, что голова стала расти в размерах, что она стала огромная. там такое тепло, там шум, там появилась, там активизировалась работа всех сосудов каждой клеточки. И начинает восстанавливаться память и восстанавливаться зрение. Помимо этого мы задействовали несколько очень важных наших внутренних органов. И теперь эта энергия почувствуйте растекается по шее, по плечам. Это происходит. Вы просто учитесь наблюдать за собой по рукам. Сейчас заполняются кисти рук. Постепенно наполняется грудная клетка со стороны спины. такое ощущение, что грудь распирает, что она становится больше. Энергия опускается вниз по телу, насыщает все внутренние органы. вот уже прошла зона желудка в область солнечного сплетения. Опускается вниз в область копчика. Сейчас заполняет крестцовые кости. вниз живота, там, где живет матка. Сейчас насыщает тазобедренные суставы. У кого болят, почувствуйте наполнение энергии чисто. бедра. Почувствуйте свой таз и грудьи. Энергия опускается по бедрам, приближается к коленным суставам. сейчас оздоравливаются и омолаживаются коленные суставы. Будьте внимательны. Очень хорошо омолодились тазобедренные суставы. Энергия опускается сейчас по голеням ног, и ощущение такое, что ноги растут, распирают, как будто в валенках сидите. Штруны стали большие и объемные. Энергия сейчас подходит к голеностопам с суставом, стопам, пяткам, щекотки. Сейчас будет очищать пальчики ног, выполнять силой стопы, голени, все ноги. Происходит оздоровление, насыщение, чистыми энергетическими потоками, кровь очень хорошо сейчас питает. Ваши руки лежат на коленях, и вы даже можете слышать, как набухают, набиваются ваши веночки на ногах, на бедрах. этой энергии через стопы ног. Вот сейчас стопы заполняются, правая нога заполнилась, сейчас левая заполняется нога в полной мере. Все косточки, все суставчики, все прорабатываются. Я так прорабатываю все на своих занятиях. кто-то может почувствовать, как легкая содорога в ногах, как будто бы, но это происходит исцеление энергии. Энергия все еще в стопах ног. Там очень много работы. Там очень много, там все внутренние органы. Все нужно оживить. очень очень хорошо прорабатывает пальчик и каждый пальчик. Почувствуйте это, это происходит. Я на своем мастер-классе обучаю разговаривать со своим телом, со своими внутренними органами, с ними нужно говорить, разговаривать, помогать им исцеляться. И мы это делаем каждый раз. каждый пальчик сейчас прорабатывается, каждый. Кто-то может почувствовать пальчики поднимаются или сжимаются, или ступни все. У меня все пальцы как будто на пианино играют. Тело чувствительные чувствительные и постепенно энергия уходит в землю, в землю матушку. Ни о чем не думайте, только внимание все в своем теле. И теперь давайте совершим вдох через стопы ног из земли. Вдох Поднимите эту энергию по своему телу и отпустите через макушку головы в небо. Таким образом вы соединились с небом и землей. небо вам дало помощь и поддержку свою любовь, а земля сил и здоровья. Теперь совершите вдох, выдох, снова вдох и снова выдох. Спокойный выдох, уже радостный и еще раз вдох и вместе с выдохом откройте свои замечательные глазки. Напишите пожалуйста, что вы почувствовали, а я вам расскажу о своих занятиях. Уроков те, кто подпишется на мой мастер-класс будет пять. Каждый урок начинается с правильного дыхания. Мы начинаем обговаривать кто что понял не понял, как отслеживается здоровье органов, помогаю, подсказываю с каждым отдельно. Работаю вот просто как говорится живьем. С каждой девочка отдельно, с каждой общаясь отдельно. Все тело вибрирует благодарю божественно, иголочки по всему телу, да, энергия вас исцеляет. Кто еще смелый, кто еще напишет? Значит затем, девочки, на своих занятиях помимо теории, помимо практик, мы практиками все время, все время практики. Я даю еще бонусы, я даю, сама записываю комплексы, упражнения для того, чтобы наполнить, восполнить энергией, чтобы вы дома занимались, восполнить энергией, как определенные органы или системы. Я сама это записываю, это все я вам даю как бонус бесплатно, и вот девочкам я уже семь бонусов таких дала. Это вообще здорово, насколько я знаю, так никто не делает. Для того, чтобы могли дома сами заниматься, каждый урок записывается и передается вам на следующее утро. То есть эффект, мы просто, я считаю, настолько, насколько я обижу, и настолько, насколько я понимаю, просто классный. Состояние чудесное, появились силы, спасибо, тепло во всем теле, их тоже вибрирует, очень хорошая работа, большое спасибо, Верочка, вам, благодарю, очень жарко, Нина, божественно, все тело вибрирует, благодарю, Светлана. Девочки, теперь по поводу цены. Ну, вы понимаете, что здесь на кон поставлено наше здоровье, а значит наша жизнь. И это даже вот без преувеличения. И цена вот на эту жизнь, на ключик золотой нашей жизненной силы и здоровья, она всего лишь 7,5 тысяч. Но я вот пришла к вам и снизила эту цену на 30%. Сейчас эта цена там 5, с небольшим 5-200 рублей, 200, по-моему, 20 рублей. И еще, те, кто зарегистрируется в течение двух суток, я приготовила подарок, комплекс, сама записывала дома, для здоровья, для выздоровления, очищения пищеварительной системы. То, что я вам говорила, там, где начинаются все наши хронические заболевания. Этого вам никто не даст. Это я даю, поскольку я всем этим обладаю, и йогой, и цигун, и йога-терапией. Вот только потому это не рассказы, это прямо вам все, все вот просто на тарелочке. Только включай и занимайся, повторяй, и будь здорова, и становись здоровой. Вот таким образом. Если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Теперь, дорогие, я уже буду заканчивать, мы с вами очень долго общаемся, но я-то, собственно, могу говорить, если вас что-то заинтересует. Но хочу вам сказать, что если кому-то это было полезно, если это понравилось вам, поставьте оценочку мне до 10 5 баллов. Я буду рада видеть это, слышать, понимать, что я мое предназначение исполняю, что я помогаю людям, как бы то ни было, что я хочу и стремлюсь к тому, чтобы вы были здоровы. И хочу еще сказать, дорогие мои, спасибо всем. Хочу еще сказать, что я провожу этот курс с этой темой в последний раз, набираю последнюю группу. Она очень трудна для проведения, здесь столько знаний, колоссальное, здесь собственное знание здоровья всего, всего организма, всех систем человека. И для меня, как для преподавателя, это очень трудоемко. Занятия проходят 3 часа, и я с каждым стараюсь работать отдельно, и очень много энергии тратишь на это, и много времени, и просто действительно очень трудоемкий комплекс этот. У меня есть другие темы, они намного проще, но этот курс я даю в этом сезоне последний раз, поэтому кто хочет стать здоровой, пожалуйста, вскакивайте в вагон здоровья, записывайтесь, подписывайтесь, дорогие мои. Леночка, организатор, всё, что вам нужно будет, она всё вам передаст, все ссылки на мои продукты, она вам передаст, те, кто зарегистрируется в течение двое суток и оплатит, они получат два подарка, даже у меня там ещё подарок для вас, знаете, просто целительный подарок, медитация, медитативная практика, она 32 минуты идёт на здоровье всего организма и здоровье сердца, у меня медитативные практики просто действительно очень колоссальные, я умею это делать, я обучалась в институте реинкарнационики, там вообще со всеми высшими силами учишься говорить и разговаривать, поэтому я эти знания тоже по ходу даю девочкам, вообще очень продвигает и духовно этот мастер-класс, и по здоровью продвигает, вообще просто человека не узнать, действительно очень меняется, поэтому я сейчас хочу вам сказать спасибо, что вы были здесь, что вы меня выслушали, что вам это было интересно, что вы слова благодарности мне выразили, мне это очень приятно, поэтому я с вами сейчас прощаюсь, огромное спасибо организаторам, Леночка, Надежда, Ведомира, я вам выражаю большую признательность, большую благодарность, а вы, девочки, не забывайте, дорогие мои, не забывайте, кто, если не вы, позаботится о самой себе, заботьтесь о себе, не только о муже и о детях и о внуках, о себе, любимой, пожалуйста, позаботьтесь, а я постараюсь помочь вам на все 100%, всего вам доброго, спасибо вам за эти лайки, спасибо вам на сердечки, я вас точно так же люблю, дорогие мои, и от всего сердца своего открытого, поверьте, я хочу вам помочь, всего доброго, до свидания, до новых встреч, успехов вам и здоровья, я отключаюсь,